Иссаживайся. Благодарю. Сейчас я не знаю, не могу определиться, как же вам лучше-то выехать. Я прямо сейчас бы и билет отдал. Нам уже нет вопросов, как выяснится. Я возвращаюсь к нему, да? Да. Я, Алеша-то, говорю, может мне сразу билет взять? Он говорит, да, Сережа там все сделает. Вся жизнь, но в этом интернете они уже настолько людей к этому подводят, ко всему, что люди скоро будут одевать действительно шлем на голову, и все. И у него будет там реальность, и он там жить будет. Да, Сережа, об этом мне... В общем, тогда еще первый раз был в Москве на учебе, это было в 80-м году. В принципе, говорили о том, что есть люди, которые не нуждаются вот этой в реальном общении между людьми. Они вот загружены в этом, и только общение с машиной, с компьютером, для них вся жизнь. А на самом деле она получается. Она писала тоже в 80-е годы, уже начала писать начало 90-х, она писала, что люди будут жить уже в таком... То есть она уже как бы называется реальность, то есть этот мир уже никак не... Ну, как вот сейчас извратили, там браки называют, там гражданский брак, брак блудом. Да-да. Так извратят вот эту жизнь, и они ее никак не будут называть, а ту жизнь в компьютере будут называть реальностью. То есть там будет вот эта реальность, и там будет все проходить. То есть все перевернется наоборот, виртуальная станет реальностью. Принтеры Китая уже показывают, не видели эти. В общем, принтер такой, он с высоту, как подъемные краны, ну и такая установка, вот стоят на 4 угла, заряжают там у нее это сырье, и она погнала, вот как принтер печатает, спечатают фотографии. И этот принтер, он печатает дом, дом печатает, прям с оконами. А раньше это, вот я насколько себя помню, все это такая была присказка, разговорка такая, что нам стоит дом построить, нарисовал, да и живи. Да, вот так. Вот это, так и получается. И все, и они, это же дом, это что, дом, а будут печатать продукты питания в площади того, вот, то есть уже они, как бы, я не знаю, что там будет за масса, но она, ну, химически, вот это вот, как бы, она биомасса какая-то, она витаминами загружена. Ты взял, он принтер, тебе яблочко напечатал, ты его раз, сделал. Ужасно. Это вот, это... И они, почему они стремятся к этому, они видят в этом прогресс. Ты, конечно, куда нам ее работать, никто еще любит, будет с вас хвататься. Он же ведь этот Рогатый-то, он очень мудрый. Не зря он называется Деница Заря, не спавшая с неба. Он знает, как нас одурманить. И вот сейчас, да, ну, собираемся в деревню ехать. Ну, я хочу, думаю, на постоянном месте жительства поедем туда. Ну, вот как Бог даст, то есть. Я, опять же, я вот, может, через месяц, а я уже готовлю. Для меня это, для меня это шок какой-то вообще. Ну, я выехать отсюда, я там, я не вижу ничего. Я помню, как ты рассказывал, что на тебя вывозили, когда туда, в эту березу, как ты себя ощущал мышью в какой-то клетке. Вот и сейчас, а у меня уже это паника. Ну, я мне все равно, я вот так молюсь, но готовлюсь. Я вижу, вот сейчас дрожь прошла, это конвусивные такие сокращения мышц, да? Спастика. Тетаномия сейчас ничего. А у меня была, как первый год спастика, что кровать просто падала. Сейчас я меня переворачиваю. Так вот все-таки вот препараты, о которых неврологи говорят, что вот конвалис и другой препарат антиконсультанты. Другое дело в том, что она мне, вот она пока еще на ногах, у меня ногах еще, ну, не то, что нормально, но хорошие мышцы еще. Благодаря этой спастики, что постоянно она меня в тонусе держит мышцы, и еще мышцы до сих пор не аттрапировались. Вот, допустим, вот сейчас на предплечьях у меня тут их практически нету. А на ногах еще хорошие мышцы, из-за того, что ее постоянно, вот это вот она, идет напряжение мышц. То есть я как бы, я бы не хотел больше, чтобы она уходила в руку. Я бы неужели привык. И она как бы мне, вот, допустим, у меня застой, я лежу, 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 и я ее искусственно вызываю, допустим, с пастик, чтобы меня потрясло, и мне уже раз какой-то разгулял, и мне уже... Правильно, правильно, логично, логично. Вот видишь, как, уже приспособился к тем болезненным проявлениям, которые во благо себе же, да? Вот нога лимфовая, вот эти вот, опять, спаляются, вот эта вот, нога текла целую неделю. Успевала меня текло, вот эта желтая, какая-то вот, живь, не знаю, вот. И была такая нога, и сейчас немножечко, наконец, и по-моему, стало спаляется. И еще, пролежней нету, я же говорю, врачи приходят, а она приехала. Да, первое, что спрашивают, когда я начинаю говорить о пролежней, я говорю, нету, это чудо. Нет, я что-то заволновалась, что вот это у него здесь, вот родимый пятно сбоку было раньше, все бабушка говорила, ох, сыночек, если на фронте я погибну, что он про родимый пятно тебя узнает, вот. И вот она у него гнилась, а сейчас что-то опять по стене, что-то переживает. И она приезжает, в общем, у меня приступы, вот эти были, кровь пошла, и ты. И приехала скорая, вот. А одна молодая снимите, страна, по этим, раз в раз, по иконам. Ой-ой-ой-ой, а это, ну, я начал, возьмите там эти иконы себе, не она, нет, я приконы не беру, там, в подарок не еля. Я говорю, как нельзя, и она, вот вы мне скажите честно, говорит, вот я выйду зло, по вопросу, а кто его видел? Ну, как, Бог, да, кто его видел? Я говорю, ну, как, честно, если отца видели? Я говорю, ну, у меня общение вот с Богом, ну, это общение, это понятно, общение. Я говорю, ну, вот, смотрите, вы, иди, больных, лежащих, у которых нет пролежней, она спрашивает, вас поворачивают, я говорю, да не поворачивают, годами вот лежу. Я говорю, видишь, она и пролежней, нет, я говорю, ну, вот, Бог вот так вот делает, она просто замолкнула. Вот на этих пролежних она как-то прониклась, ничего себе, как-то так. Положи здоровый человек, вот два дня пролежи, не поворачивай. О чем говорится, да, вы все. Сам, когда вот добореешь чего-то так вот, не можешь сказать, то есть, полежишь, несколько часов полежишь, и то уже вот просто уже хочется встать и... поменять положение. Не верите-то в Бога. Да. Я это... Я вам оплачу. Нет, Сережа, ну что-то, дорогой мой. Нет, ну, позвольте мне, позвольте, ради Бога. Сережа. Нет, ну, ради Бога, у меня... Что же я это... У меня это, деньги... У меня и в интернете там денег лежит, там, 30 тысяч рублей, а они, я вам за электронные деньги куплю. Ну, ну, знал бы я, купил бы обратные сразу. Ну, пожалуйста. Мне же тоже хочется. Я... А я ему... Там вот есть Андрусенко один этот, Александр Анатольевич, и я с ним общался, и общались сейчас, тоже сейчас созвонимся. Я ему говорю, я могу вот скайп, говорю, дам вам сказать, скайп человек, который вот еще буквально летом, когда у них машина сломалась там, а я с ним созвонил с этим, с Александром, и он кричит, давай, пускай бросает эту водильную машину, сейчас купим этот Volkswagen новый. А он, Volkswagen, ну, не новый по поддержи, он был готов, около миллиона сразу выделить денег. То есть человек, я говорю, свяжитесь, я говорю, человек, он мне как погнал, да он будет не настолько богат, чтобы разбрасываться с такими деньгами, то есть такие вот совершенно... Я ему человеку показываю, вот реально, говорю, вот деньги, он будет такого быть не может. Не рассказывайте мне чушь, вы, говорят, лежащий, парализованный, вы не можете знать жизни. Правильно. Понимаете? Да, но это принцип такой, этого не может быть, потому что... Потому что не может быть. Поэтому это вот сразу обрубаешь себе все пути познания. Поэтому, что есть вера, вера это дар от Бога. Вот верю, потому что абсурд, говорит Калан, Кротериан. Я говорю, верю, потому что абсурд. Вот в ночное время тишина была, а вот до того, как отправятся всем на покой, и утром сегодня опять транслируется что? Транслируется по радио. Значит, музыка, Чайковский, времена года, потом, значит, бешеполезные чтения. Но они в ролях как бы исполняют, артисты. Значит, о Бенедикте, святой Бенедикт, католический, святой, ну, и в нашей восточной православной церкви тоже чтимый. Тоже еще так. Ну, в общем, он святых. Прямо, что это западные церкви католические. Да, а в этом, на Украине что-то творится. Уже это ходит по городу, уже ходит с этими скоробиями, с православными, а впереди несут уже эту статую католическую. Православные уже ходят. То есть, оно идет постепенно, вот это подмена, подмена, подмена идет. Ну, вот сколько я читал исторические, правда, художественные книги, да, по истории Руси, по истории православия, то она же, как раз, Украина, она была всегда местом противоборства двух направлений, запада и восточной, восточной и западной церкви. Влияние латинистов, оно особенно сильно сказывается на Украине. Я бывал там, на Украине, бывал в Киеве, бывал, в Запорожье, в Харькове, бывал во Львове. Вот от Львова до Мукачева мы ехали, там была эсперантология, я еще эсперанто в движении участвовал, когда был, слышал о языке эсперанто? Вот. Значит, в этом движении, когда я участвовал, когда был студентом, после института, и когда мы ехали из Львова в Мукачево, это на границе, туда вот, в Западной Украине, в разговоре с пассажирами, я натолкнулся на такое, что Советский Союз это вообще агрессор, это в какой-то ситуации, это, о, это был 70-е годы. А я в 90-е, когда в 91-м, Мукачево тут ездил, вот тоже самое, то есть я ехал, они киевляне были, и вот у нас разговор зашел, они говорят, да мы даже языка их, иной раз диалек, не понимаем, что они говорят, вот эти вот, Западные Украины, да, то есть они тоже вроде... У меня там ополячены больше, там, больше, больше влияния там оказывали. Я, а я же ничего этого не знал, мы в Мукачево с другом приехали, а мне один не по-русски, а мы там, а, там, а, по-русски, там, все, а ты, подише, вы че, вы это самое, вы куда приехали? Да, приехали, да, знаете, где, где, что говорили? А, а, че, а, че, вот, что случилось, да вы че, вам че, голову подкручивают? Ну, кто, мы стали, и тогда я понял, что такое, да я попал. Да, а то говорят, да вот, воспитали там, да, она всегда там была национально-националистические взгляды, да, в Западной Украине. Губцу, да, красиво там мы были, горы, лагерь наш был в горах, тут, как сумерки и туман прямо, ложится, вот, как в молоко прямо погружается, все, не вижу ничего. Ну, да, места там, конечно, отличные места, красивейшие, конечно. Я поначалу боялся, мне папой повали этим, и с иконами, и все, ну, первые годы, когда только начинал. А чем повали? Ну, чем, ну, это, это звери, это, во. Слушайте, интернет? Ну, все, это, там, иконы я пишу, там все такое, через компьютер, ну, нельзя. И все это, вот, когда бунт пошел еще, вот, в начале 2000-х, вот, тогда все это. Я уж прям испугался тоже. И в интернете же пошел бунт, там, информация и все такое, это, принятие, там, начертание и все такое. А, ну, так это же, это вот, пугает-то кто, прежде всего? Это тот, которому это нужно, чтобы вы боялись. Ну, да какие глупости вообще, я не знаю, ну, а сколько до сих пор людей, ну, и мне тоже вижу. Да, все можно использовать, вот он нож лежит, или вилка, можно ее есть, вот это, чтобы убить человека, а можно, чтобы насытить тебя. Нет, потому что, ну, а Сережа, ты, да, все? Сережа, а ты этот картошечек съешь? Ну, ох, потом. И орешков тебе привез? Да он и не ест их. Орешки, ты же говорил, что нравится тебе орешки. А, я это, черный пей. Ага, нормально. Не надо, на черный день ешь. Кстати, а этот самый, измельченные орешки, потом, по облаконечке. Пили, 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 бросили. Тоже не нравится? Очень хороший, по-моему. Что-то ему стало плохо. От него? Нет, не от него. Не болит, и начал. Он начал, и что-то. Да. И неделя проболела, и перервалось. Две баночки выпили. Ага. Да, Виктор Андреевич, у меня, у меня что, я, как я хочу почитать? А, я же не могу. У меня шкаф целый, вон, литература, а возможности нет никакой. А лежа, это, ну, по интернету читать тоже нет возможности. Я вот начинаю читать, и все, и слепну. Да? Все, у меня глаза сохнули, и все, не могу ничего. Остается только, что есть, допустим, то, что… В аудио. В аудио послушать. И Библию все, и Евангелие, и Игнатих все так слушают. Игон. А не мог? Я рад слышал ее. И вот она мне говорит, что вот крещение будет… Как-то разговор надо было о том, что нужно крестить. Она говорит, что вот крещение будет в Потеряевке. И сказала, что вот разъезд под стебны, Потеряевка. И вот мы поехали. А до того, как поехать, я позвонил в храм наш, кафедральный собор на Якитина. Спрашиваю, а где вот крещение будет? Ну, как где? У нас крещение проходит. Я говорю, нет, вот Потеряевке. Да вы что, да это раскольники, да… Мне сразу там все эти ярлыки выдали, несмотря на все эти ярлыки. Мы поехали. Поехали. Долго-долго мы плутали по полям, водил нас этот противник, не допускал. Потом нашли мы это место. Нашли этот лагерь. Лагерь там, заброшенная конюшня была, остров бетонный. И мы там, значит, увидели этот палаточный городок. Да, да, и только палатки были. Да, палатки, да, только палатки были. И еще не было никаких саманных издушек. И нам говорят, что все в лесу на молитве. Тогда был отец Наум из Тбилиси. Он же мой теперь и кум, и крестный отец моего сына, который крестил у нас прям в квартире сына. И у него очень сгорела борода. У него крестили. Это у меня же красная такая борода была. Ну и вот... Он что-то руку показывает. И включаешь его, да? Что? И мантикну с ним разговаривается. Да, разговаривает. Он общается с Борщуковым. Да, с Борщуковым. Он еврей. Чистокровный еврей, да, борщился. И священник не стал. Который крестился в Переделкино. И там как нырнул его во имя отца. А он спортсмен. Он нырнул и там сидит. Он жжет его, когда он выйдет оттуда. Вот так и вышел. Для сына. Ну и вот после крещения... Да. Мы благодать этой вот так коснулась жены, что она сразу же там выразила, как бы здесь пожить хоть недельку вот здесь, в этой атмосфере побыть. Вот такие ее слова. У меня сразу так это вот, как елей на душу, да. Ну и там же я услышал от Игнастиковича первые слова о том, что происходит в нашей церкви. Он назвал мне журналы, номера назвал журнал «Огонек», где говорилось о том, что собой является структура Московской Патриархии, и в частности этот митрополит там украинский, который сейчас там Енисенко, другая там была. Не помню. Ну, одним словом, вот и было крещение, вот как раз крестил отец Ау, опять же после того, как Валентина Павловна, Та Свято-Небесная, она, как бы, наше было протежеем. Потому что, ну, так приехали, вот, ни с того, ни с сего. Ну, сразу были собрания такие, крестить, не крестить, да. Да, да, вот собрались там, но нас, как бы, еще на территории не очень запускали, так вот, вне территории лагеря, там поговорили с нами, да, когда они вернулись из леса. Но Валентина Павловна выступила, оказывается, заступницей. А подъехали еще на мотоцикле, тоже крестить, по-моему, мальчишку какого-то. Женщина, не то в штанах, не то в шортах подвязанных, значит, у нее тут взлом рубашка, ну, ее сразу поставили на место, мы с вами разговаривать даже не будем, ну, в общем, сразу отсекли, а с нами стали заниматься. Ну, и преподали нам крещение, крещение было очень продолжительным, как мне показалось, и погода такая была жаркая. Дочь у меня тут вся издевалась на руках, я ее держал, едва удерживал. И после крещения как бы предложили нам исповедь, маму, родителей. Ну, мне стыдно, наверное, исповедь, которую там, ну, исповедь назвать нельзя, потому что такой я был хороший в своих глазах, чуть ли не идеальный человек. Теперь мне это, конечно, смешно и стыдно вспоминать. Вот, и когда мы вернулись с Потеряевки, буквально на следующий или через день, общение жены с родителями, они узнали, что мы съедили ее дочь, и все там началось, это активное противодействие. Она, конечно, восстала тут же все, и вот долго, ну, несколько лет это длилось, она уходила. А почему? Почему на собрании? А? На собрании почему никуда? Кто? На какие? Ну, в общине. Так она же в старобрядах. Другая в общине. Ну, что? А мы в старобрядах все, что не знали. Нельзя. Значит, ни Каниани проклятые. Вот, пить, гулять, блудить – это можно. Называть себя старобрядцами, будучи, по сути, не старобрядцами, даже вот обряд, они называются старобрядцы, то есть старый обряд. А от старого обряда остается только личина. Личина во время богослужения. Мимикрия. Они отслужили, да, вот эти певчие там, хористы, они, значит, отслужили службу, переоделись во всем мирское и пошли такие, как все. Я их таскал с собой, они долгое время были со мной, дети. Дочь и сын ходили, они были у отца Акима, в нашей общине, и дочь уже была на последних, в последних классах, не то в десятом, не то в девятом классе она уже училась. И вот в очередной раз я пришел, значит, в школу, в класс. Все ребята пошли там в буфет, а я кормлю ее. Кормлю, а перед тем, как кормить, нужно совершить молитву. Ну и, а молитва, женщина, молящая себя в полках, послужает свою голову, говорит Господь. Поэтому нужно надеть платок, прежде чем молитву. А поскольку мы должны постоянно пребывать в молитве, значит, у женщины практически всегда должен быть на голове платок. Ну и вот я одеваю платок ей, помолились, она, значит, ест, я ее кормлю, а ребята раньше времени как бы вернулись. И я сдергиваю с нее платок. Я понимаю, что этого было достаточно, чтобы в ней зародить вот эту как бы лицемерие с моей стороны, да? Вот лицемерное отношение к вере с моей стороны. Хотя после того я, конечно, вместе с ней даже намеренно специально, едучи в автобусе, я там проповедую, я раздаю там визитки, но уже это не действует так, как подействовало то, что я сделал неправильно. Священник один, не знаю, на прошлый месяц смешал, не знаю, откуда опять штатистика такая, чтобы сто процентов сейчас разводов, то есть сходятся люди молодые и сто процентов расходятся. А кого-то иначе не должно быть, потому что в основе-то всего лежит эгос, я. А когда два эго столкнулись, ну, они будут отталкиваться, они одноимённые, они одинаково заряжены отрицательно, а одноимённые полюса отталкиваются, притягиваются только разноимёнными. Или когда есть консенсус, когда есть желание найти какую-то точку соприкосновения. Вот сегодня ехал я в поезде, в купе. Дочери двенадцать лет, мама, ну, не больше тридцати с лишним. Вот. Хотя они как бы вот и находят общий разговор, но видно, что обе, вот эгос, вот он прёт, они, им приходится преодолевать его. А преодолевают не всегда удачно. Всё равно, по мелочам буквально, такие вот стычки, какие-то вот конфликты возникают. А есть ничего. Потому что у нас многие годы и продолжают, сейчас, в советское время, Эдуардас, не желаетесь, я упираюсь ногами в шар земной, шар луны держу на руках, прославляют, я всё могу, человек, смогущий. Это кто на место Бога готовился? Вот этот табис, он воспевался и воспевается сейчас. Нужно себя полюбить, нужно себя вот уважать, нужно себя вот это вот всё. А принцип-то, который говорит, если там познай себя, так нужно познать, что ты как раз ничто есть. дружбу с детьми водить. И родители сейчас учатся, какой-то японский там психолог, я не знаю, кто он такой, в книгу написал, что с детьми нужно устанавливать дружеские отношения. То есть, опять же, вот у меня сестра была тоже на дне. Я бы стараюсь с дочерью, с подружкой быть. Нет, ничего более ошибочного. Сергей, я вот женился ты в 40 лет, а все предыдущие годы, ну, скажем, с институтской скамьи, я знал, что буду отцом, я готовил себя к отцовству. В своё время, в советское время, были передачи родителям о детях. Такие замечательные были передачи, там многому можно было научиться. Я многое черпал оттуда, много книг у меня было по воспитанию детей, в том числе опыт Никитиных, так называемый. И потом этот опыт, он развалился. Я был конкретно в Москве, в среде, где были люди, ивановцы, с ивановцами общался в Москве, значит, с людьми, которые рожали воду по-черковскому. Вот женщины, погружались они в ванну, да, и вот в воде рожали, и дети прямо плавали сразу там в воде, и они развивались быстро там, хорошо, и причём они там в этот момент должны, в момент родов они должны были медитировать на дельфинах каких-то, ну чё там такое, дымовы, что. Господи, меня тут не мотало до того, как я пришёл, вернулся в православие. Вот. Ну и, конечно, во всём Господь установил иерархию. А когда иерархия нарушается, тогда получается анархия, когда получается псевдодемократия, и демократия – это демонократия, по сути, получается, обращается. То есть нужно знать свои границы, свои чёткие позиции – чего можно, чего нельзя. И в воспитании детей Господь говорит, «Не жалею розык для детей». Но как можно прикосновить законы о установлении Божьего? Не жалею розык для детей, чтобы в последствии потом утешаться сыну своим. Другое дело, что можно делать это безумно. И Игнат Тихонович, он мудрый воспитатель, он, не имея детей, он может научить многих родителей, и как правильно воспитать. А сколько детей в этом лагере-то? Нет, я имею в виду своих собственных детей. Тем не менее, он многих научил, и многих может научить, как правильно воспитать. Это когда я первый раз столкнулся с отцом Иакимом, он как раз и говорил, что нужно теперь прилепиться к Богу, как он так сказал, и иметь другое общение, другой круг людей. И первое, что я сделал, я оповестил всем своим друзьям, тем же своим знакомым, о том, что я стал православным. Ну, просто посчитал, что свихнулся, сошел с ума. Некоторые говорят, что это вот ради моды, хотя тогда еще это было не было модно. Ну, а потом некоторые пришли, а некоторые так и остались за сотни. Некоторые приходили на занятия, когда их учили. Ну, и, конечно, воспитание детей только в этом ключе должно быть. только как за стоит говорить. Ну, а вы видите, что оно, государство опять поперек становится с ювенальной юстицией опять же. Как опять их воспитывать, если сейчас уже все, их с начальных классов предупреждают говорить, если мамы, папы к вам относятся уже. Это уже все у нас. Да, да. Ну, хотя сейчас вроде я вот услышал, недавно не помню, что теперь кто каким-то средством информации, нашей информации, то по телевидению, то по радио, слышал я, о том, что как бы вот... А, да это где-то там... Екал в машине, и по радио «Серебряная дождь» или что-то такое, когда она была такая... Там говорили об этом, что нельзя переносить вот эту кальку ювенальной юстиции из Запада на нашу основу, на нашу российскую основу, что нужно взять что-то полезное, но у нас ведь не умеют это делать, там проще перенести все и сделать так, как там. А там-то это все в угоду того, чтобы сделать из людей пушечное мясо и сделать для услады, этих гомосековых людей, этих детей-то, они усыновляют их только за это. По официальной статистике в Америке каждые десятые из них, это только по официальной статистике, каждые десятые. Сколько там? там более трехсот миллионов населения, трехсот пятьдесят миллионов. Ну, четыре... Сколько это? Тридцать пять миллионов. Это ужасная цифра, конечно. Их же стоят, их же они не уничтожаются, их все больше. И что? Так, главное там разрешено теперь даже официально это все, мало того, официально государственного ставят, так еще и венчание производят. Боже мой, это вообще верх всего безумия. Так это безумие, оно же на этом не остановилось, поднимает вопросы. Один там с этой, то ли Каза у него, то ли кто уже, ну... Скотоложство уже он за камерой? Да, вот он на этом уровне уже тоже. Так это же как раз то состояние людей, человечества в целом, которое было перед потопом. Почему Господь уничтожил то? Потому что развратились до крайности. А на Жанну вот их предсказания есть сейчас и последние вот эти, что опять же и Европа вот это все и покроет водами, потоп будет кругом и Канаду, и Америку все затопит, а только из-за этого. Нет, потоп это не будет, конечно. Не, он не потоп будет, а она будет как волна или метеорит. Нет, ну эти все, конечно, и цунами-то они были и всегда, и будут, и количество катаклизмов, оно увеличивается и учащается экономерно, но это все приближение, приближение конца, да. Только что... Ну вот, а хотите дожить до этих времен, чтобы все это увидеть? А я хочу. Я не хочу дожить до этого времени, потому что, понимаешь, я просто боюсь не выдержать этого, этих всех испытаний по слабости своего тела и ума, когда будут изощренные, настолько изощренные все эти пытки, они уже сейчас такие есть, а этому совершенствованию нет предела, когда каждая клеточка будет попиять от этих пыток, не отречешься или от Христа, вот чего самое страшное. Меня только это пугает. У меня просто было такое, вот помните, в каком году тут пожары были везде? Они ежегодно идут. У нас в Воронеже, мы жили в другом районе, у нас в двух километрах от нашего района горела деревня, ее показывали по всем каналам, там людям давал на новую квартиру, то есть горела татла все деревни, лес там огромный горел, и как раз наш район стоит буквально в двух километрах от этого леса, и ветер ураганный дул на наш район, и весь дым вот этот вот, весь дым шел к нам, то есть все к нему было, решать невозможно. И мы с сестрой боем, уехали в деревню, а мы с сестрой, и все, она мечется, куда-нибудь в окна, вроде запечатали, а у дым все равно проникает, жара под 40 градусов, и дым вот этот, и все, и она, чего делать, куда, как я тебя, как я тебя, а люди видимо уже по углу сбежали, все уходят, а? Старше? Не, младше, ну, она насколько на 4 года младше мне ей, ты 39, вот, и все, я говорю, беги, все, я готов, я буду, остаюсь, беги, не бойся, ничего, я тебя отпускаю, и все, я уже почувствовал, вот это вот все на себе, как говорится, и Господь, страха не будет, хочется сказать, не будет страха, я уже чувствую, что сейчас дым вот наполнит комнату, я задохнусь, ты все понимаешь, и тут, и буквально вот в минуту, в какую-то резко, фух, ветер влево начинает дуть, и дым противоположную сторону, да, в другую сторону, и дым в другую сторону поменял курсы, в другую сторону пошел, а это было, я не знаю, у меня вот, как бы, я, я не, не считал, мои грехи пострашнее, там, или, там, говорит, страшно, до 30-ти лет жил, ну, блудник был, в общем, такой, яркий. Сергей, только один Бог знает, у кого какие грехи, и, я думаю, что мои грехи несоизмеримы с твоими, поэтому, только у Бога есть весы, на которых можно взвесить, и сравнить, так что. Ну, и вот, чего, у меня все равно, вот, оно бы, я чувствую, что Господь простил, я чувствую, что, все равно они приходят, я бы, говорю, Господи, ну, если бы я вот, прошел бы вот через это, через это, я думаю, ты бы совсем меня бы, тогда бы очистил, вот. Нет, Сергей, вот, не надо мысли такое допускать даже. Если ты уже пока, все, что Господь услышал от тебя в исповеди, он как багряное сделал, убелил и забросил, и не помянет. Другое дело, что нужно о них помнить, да. Я когда батюшке говорю на историю, батюшка, вот мне опять, тут вот эти, грехи, которые я уже исповедовал, уже я вникался, но они у меня вновь и вновь вспоминают, я про них, я и убийца, я и блудники там и прочее, а он говорит, так, Господь то что говорит? Пока ты помнишь о них, я про них забываю. Как только ты про них забываешь, я про них вспоминаю. То есть до конца дней, до страшного суда, нужно помнить об этих грехах. Но нужно быть уверенным, что Господь их простил. Другое дело, что у меня всегда мысль, а вот я еще чего-то не исповедовал, вот что-то я еще забыл. Потому что я знаю, что нет таких грехов, за которые бы не было наказания. Потому что за всякий, Господь говорит, Священное Писание, всякое слово, оно вот непреложно. Однажды Господь сказал, в тот день, в который вкусите смерть и умрете, все мы смертны, в каждой клеточке нашей, реквием звучит. Как и здесь, за всякий грех, возьми здесь смерть. Не важно, ложное слово ли, или ты убил кого-то. Это мы только делим. Этот смертный грех, а этот не смертный грех. Этот грех к смерти, к аду, а этот не к аду. За всякий грех, возьми здесь смерть, все. Причем смерть вторая, не эта смерть, через которую каждому надлежит пройти. А смерть вторая, которая страшная, которая вечные мучения уготавливает. Я вот этим вопросом тоже задавался. Вот я говорю, Господи, ну открой мне в памяти. Может быть, я что-то забыл. Мне кажется, то, что есть, оно совесть всегда откроет. То, что есть у тебя где-то, есть потаенное, какое-то скрытое что-то. Совесть всегда наполнит. Конечно. Конечно. В принципе, так. Не может же быть, что ты там забыл, и Господь, как бы, его тебе там завуалировал. Нет, конечно. Но, если мы постоянно просим об этом, Господь всегда напоминал. Конечно. О, и одно, вот с одной стороны, Господи, как хочется к тебе. А с другой стороны, а вдруг не достоин, увы, все это. И все. И я думаю, я все сейчас, если я ночью умыву все, я, я, вот, недостойный все. Ну, а вы сами все говорите, ну, почему недостойный? Ну, смотри, ну, какие ты внесешь испытания, и все. И все. Ты вот посмотри, какой, а с другой стороны, никак. Дело в том, что не столько даже испытания, конечно, это важно, а сколько то, что ты глубоко верующий человек, что ты верующий в Троицу единосущную, нераздельную, во Христа Спасителя, ты веришь в то, что Господь умер за тебя, конкретно за тебя, что Он для тебя твой Спаситель, личный Спаситель. Не всего мира, вот то, что Он всего мира, это для меня не столь важно. А вот то, что Он вместо меня, вместо меня распялся добровольно, пролил свою причистую невинную кровь. Вот в это верю, и что Его кровь омыла. Я стою как потоком, как под этим, под водопадом. То есть, это вместо воды кровь в качестве водопада, под которым я спасаюсь вот от гнева Божия, от Отца. Да. Вот в это, я когда верю, я, ну и что ж, когда все... Если будем так верить, и на суд не придет. На суд придем все. А как же вы говорите, что не приходят на суд? А? Верующие меняют на суд, не приходят. Не приходят на суд в том плане, что не будет осужден. То есть, что мы как свидетели придем? Да. Да. В грехе даже не откроются наши грехи, да? Нет. Ну да, они, если исповеданные грехи, они не будут открыты при пациенте мира. А вот неисповеданные грехи, дабы вот открыты при пациенте мира. Я вот молился, у меня, наверное, было человек 70, может 80, не знаю, может 100, я вот о них молился. И вот, я знаю, тех, о чем мы говорили, а я молился такие, и самоубийцы были, и всякие, ну, неверующие, можно сказать, люди. Я знаю, тех, о чем говорил, теперь я крестал на них вот молиться. Он говорит молиться до тех, кто подавал хоть какие-то признаки, допустим, благочестия или веры какой-то. Нет. Ты молился за тех, которые шли по собственной воле в жизни? Ну, и такие были, да. А кто, о них не говорил кто-то из родственников, чтобы помолиться о них? Ну, нет, я сам, ну, у меня друзья, у меня четверо друзей, вот так вот. Понимаешь, тут, что сказать, это, конечно, о них, у меня есть близкий, мой родной человек, дядя, не один, а два даже. Мои... Ну, мне крестные повесились. Мои дяди родные. Один повесился, и второй повесился, тоже оба повесились. Мои дяди, один, оба фронтовика, один на Кубани, а второй у нас там, на Горнике. Не поминайте. Не поминайте. Не поминайте. Потому что, потому что, ну, я знаю, что, он пришел не сам к Богу, хотя, не дотянул немного, вот, ему осталось жить, это, может, день-два, но не вынес, терпи, потому что, потому что, не верил в Бога, потому что, не знал Бога, хотя, хотя знал, что есть Бог, слышал об этом, потому что, у него была бабушка верующая, потому что, эта бабушка, маму мою водила за руку, из одной деревни, за нескольких километров, на богослужение, и моя мама почему-то помнила про эту Дарью, бабушку Дарью, а он не помнил про нее. Вместе воспитывались. То есть, он не сможет сказать, что он не слышал, что он не знает, что он не виноват. Я из-за Отца своего не могу молиться. У меня слезы наворачиваются постоянно. Вот сейчас как-то еще более, ну, как-то относительно спокойно теперь уже. А первое время я постоянно плакал на молитве за Отца своего, Господи. Хоть домашняя молитва, она не возбраняется, если хоть как-то, хоть чем-то можно, хоть чуточку ослабить его мучение, Господи, сделай это. И тут же прошу, Господи, прости меня, если согрешил этой молитвой, Господи, да будет воля Твоя святая, тут же говорю, да будет воля Твоя святая во всем, Господи. потому что папа мой умер, он на руках моих практически умер. И мне тяжко осознавать то, что я не смог ему помочь, потому что он сделал все, что сделать меня врачом, воспитать меня и дать мне образование. Но это дело, у него внук отдельный был, он работал локонизаторщиком, это его левая работа, вот это постоянно люди-то. Пришел, колоши сделай мне, там стулку мне сделай, там покрышку мне сделай, там камеру заклей. И все это, кроме того, что он делал необходимое по заказам, официально, как это положено, он еще вот людям всегда делал это добро. А они что? 100 грамм, 50 грамм, 100,5 грамм. А если вернуть назад, я сейчас в такой же ситуации, если вернуть назад, молились бы сильно бы молились, пока он жив был? Как бы молились? Ну конечно молились, так же как я молюсь за своих близких и родных, которые не пришли ищут Бога. Я думаю, может мало молюсь, может быть надо как-то и заказывать, и под церквем заказывать. Знаешь, вот то, что заказывать, я в это слабо верю. Вот я тоже верю. Потому что, ну кому это нужно? Вот они там вот, заказные молитвы, ну там главное, чтобы это заказывать, сопровождается, как говорится, получил бесплатно, получил, получай, отдавай бесплатно. То есть это, это то, что тебе дано. Есть ощущение, что я потом пожалею, допустим, я буду жалеть о том, что я мало, мало молился на него. Вот я чувствую уже, что долго он уже не протянет, потому что он высох уже весь, но видно, что у него и печень, и желудок, но он сухой весь. там весь организм разрушается. Там и алкогольная, и печёночная, делай почки. А вот он куриц, по две, по три пачки в день выкуривает. Скорее. Ну это чушь. Потому что это убийство, самоубийство. Это разрушение плоти, они могут быть приравнены к самоубийцам. Вот я почему за своего папу не могу молиться, потому что без покаяния практически. Хотя мама говорит, что она сходила в храм, что она принесла ему вот просфору, святой водички, и что вот она сказала ему, что вот Андрюша, я тебе принесла вот святой водички и просфоры, прими. И он уже несколько дней ничего не принимал, ни воды, ничего в рот, а тут он открыл рот вроде как, и у него слеза покатилась, и вот он принял, и больше после этого он ничего не принимал. Ну все равно это же не меняет, исповеди это не меняет причастие, не заменяет никак. И вот, брови на богослужении, у меня всегда это утомление вызывало, потому что вот это вот хождение, вот туда-сюда, вот эти свечи, это по плечу, то по голове, то между собой разговаривают, эти прислуживающие, которые, свеча еще не догорела, она на нее затушила уже ее, на переплавление в другое место уже несет ее. Ну, и кроме того, вот идет исповедь, один друг другу, вот в затылок буквально, ну какая там исповедь может быть, какое таинство, и как можно назвать это таинством исповеди? Это первое. Второе. Наблюдая картину. Цыганка. Там как что-то не платок, у меня какой-то шарфик такой черный, здесь у нее груди вывалены из разреза, сережки вся намазанная, вся такая вот, правда юбка длинная, ничего не сказать. Она подошла. Священник, видимо, смутился и не разрешает ей исповедовать, да? Не дает ей исповедоваться. Она настаивает. Вот на ней? Нет, это было давно. Да это постоянно можно наблюдать. Но он пошел в притвор, туда, в алтарь. Из алтаря возвращается, накрыл ее Петрахелью, послушал сколько там, две секунды, накрыл, всем идей участием. Как можно? Единственный ответ, что они не рожденные свыше, не верующие люди. Самые священные. Вот это главный вопрос, для которого я заправил. Рожденные свыше. Вот рождение свыше, опять же, все-таки, вот Игнатий Тихович, он категоричен в этом плане. Я с ним несколько не соглашаюсь, в том плане, что все предвидел, да, Господь одного Иакова возлюбил и Исаова возненавидел еще в утробе, да, это понятно, но это Богу знатно было. Ему известно, что будет один делать и что будет второй делать. Как они будут жить в этой жизни. в этой жизни. Но мы, люди смертные, мы не можем говорить, что вот этому дано рождение свыше, а этому не дано рождение свыше. Простите, и будете обрядчики. Но может быть так оно и есть, что вот люди, которые обращаются, вот эти трех тысяч, которые тебе за год обратились, из них может быть рожденных свыше трое. Ну это Богу только известно. А мы, наше призвание, сеять постоянно всем этим трем тысячам. Говорить, слушать. Говорить, говорить и говорить. Сеять и сеять. А начинаешь, а начинаешь говорить, уже как-то смотрят на тебя, да ты что, меня что-то хочешь казаться? Нет, не умнее. Это Господь говорит. Вот когда ты не свои, ты когда ты когда говоришь свои слова, ты одно, а когда ты Слово Божие говоришь. Вот я вспоминаю, неоднократно приводил уже к примеру, Игорь Тихонович и батюшка об этом говорил. что вот был человек, который когда было становление Потеряевки, и там кто-то из администрации приехал с притязанием на то, чтобы вот земли, которые были, принадлежали Корчино, отдать Потеряевке. И вот там у них были трения по поводу земельного вопроса. А Игнат Тихонович, они долго там дискутировали, дискутируют, потом Игнат Тихонович процитировал слово в Священномописании. говорит, Господня земля, и что на ней. Он задумался и тут же согласился. Помню всегда. говорит, мы заряжаемся от тебя, потому что я всегда им говорю, перестаньте вы прикрываться болячками. Некоторые, да не то что некоторые, а даже можно назвать многие, прикрываются болячками, чтобы не пойти на богослужение. Я говорю, что? Ну как можно? Да вы не знаете, что такое болеть. Что наши слезы и сопли по сравнению с человеком, который вот столько лет тут прикован, оторван от всего мира. причем я говорю, вы бойтесь этого. Почему? Потому что, вот когда вы начнете прикрываться этими болячками, вроде как, меня что-то там кольнуло, мне где-то что-то заболело. Оно и будет у вас. Потому что, вы призываете на себя это. Тяжело осознать себя. И вот я просто наблюдал за тем, как люди неверующие, у меня была знакомая, тоже мы с ними телефонно общались в первые годы. И он уже говорил ей, жених голову шею свернул, и вот она 7 лет пролежала. Пролежала так она и, вот она в таком в отчаянии, полном, без Бога невозможно перенести вот эти болезни. Да, да, да. У нее такое отчаяние, вот у нее отчаяние, вот это вот, вот эти крики постоянные, вот эта вот истерика. Человек мечется, у нее ни руки, ни ноги не работают, она мечется, она орет. Она, я ее прекрасно понимаю, а куда от этого? Куда? Ты от нее не сможешь ни сорваться, ни в угол спрятаться, ни под стол. Да, да, да. И все, от этого истерика, она еще больше в тебе. Вот. А без Бога, а как без Бога перенести это? Сергей, как ты пришел, все-таки стал таким глубокой верующим? Это было постепенно, наверное? Это после болезни или до болезни все-таки? Да у меня была вера, но у меня как бы... ходил? Ну, как сказать ходил, ну, заходил там и... Проходил. Прохожане нам. Да, да. Как это вот... А тут в один, в один прекрасный момент ко мне сосед, свидетель Ерегова, приходит. Это когда? Еще до болезни? Нет. Первый год прямо буквально. Вот. Он напротив, квартира напротив жила, а он у свидетель Ерегова, там он какой-то там был, вот это у них пресс-фитер, я не знаю, как он там. Вот. И он с Библией все приходит. Ну, давай, это самое, поговорим, если уж или нет, конечно, хочу, давайте там пообщаемся. А у меня икона, Спаситель висит. Он говорил, первый вопрос, кто такой это? Христос-то? Ты Сын Божий, я ему отвечаю. Ну, вот, вот видишь, Сын Божий, ты сразу даешь ответ на свой вопрос. Давай, давай поговорим, кто такой Бог? Вот. И у нас с этого с ним... Беседа. Дошла беседа. Одна, вторая, третья, он стал по вечерам приходить ко мне. Вот. А во мне сомнение, она сидит, я понимаю, с кем я общаюсь. Видите, у меня было понимание, что это секта, все такое. Вот. Я, конечно, ему ничего против не говорил, я его слушал, и он читал мне Библию. Библию и все... Не секта, это ересь, страшная ересь. Это не секта, это ересь. Как раз это ересь. Вот. Ну, они-то, видите, у них как технично они подходят. Они сначала читают Библию, они прославляют Бог, Создатель, все. Вот. А когда уже дошло дело до того, что кто такой Егова, кто такие свидетели Егова, у нас тут с ним разрыв, или как я, не знаю, Господь, может быть, так устроил, что он перестал ходить. И у меня тут, у меня в мозг капает мне день и ночь, день и ночь, спаситель Господь, Христос, кто такой, кто такой. А тогда еще интернет, у меня компьютер уже был, а интернета как такового не было. Вот. И я, матушка, говорю, давай мне Библию, давай это сканируй, вон, я буду читать на компьютере, начну читать. И все. И мне, а у меня один вопрос, кто такой Христос, мне надо узнать, кто Христос такой. И все, мне пришлось читать все от начала, от, от начала Библию, и пока я дошел, показал, а? С Ветхого Завета. С Ветхого Завета я начал, вот. И пока уже дошел, я сам, все, все, вот он, он Христос, вот он, все, все. И мне по ночам стали, а у меня вопрос, у меня тогда не священник, вообще рядом не было, было спросить. Вот, и у меня... У тебя отчаяние такое было, как вот у этой женщины? нет, 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 Это Божья благодать. у меня было, мне как было, ну, вроде как, знаете, и Новый год там, и все такое, праздники, я слышал, когда на улице там празднуют, мне хотелось, конечно, к ним туда, по старинке, по этой самой, вот этой, блудной, вот эта вот страсть была она. Вот, а так, чтобы какая-то, и все, а я потом увлекся вот этим, Христос, Спаситель, и мне по ночам, вот, и вот после трех часов ночи, я просыпался от того, что мне, допустим, я читаю Библию, и у меня какие-то вопросы возникают, так, а это что, а это что, а это почему? По ночам мне стали ответы вот эти приходить, вот, и в дальнейшем, когда я уже стал через интернет, слушать людей, которые... По ночам во сне, или вот наяву? Нет, это, я просыпался, допустим, я ложился... В смысле какой-то? В смысле, да, что же это, что как это понимать, как это трактовать можно, я по ночам просыпался, что у меня шел ответ на этот вопрос, вот, и в дальнейшем, когда я начинал уже глубже отцов читать... Не то, что ты слышал что-то, или видел, а просто... Нет, ну, в уме я получил... В уме, да. То есть, я просыпался того, как будто у меня просыпайся, и тебе ответ на этот, на вопрос пришел. Вот. СМС-ка. Да, СМС-ка. И все, я, а вот оно, что и все, я в таком счастье, и все, и когда я уже начал отцов читать, вот, толкование на все это, я понимал, ничего себе, я, оказывается, это знаю, я, оказывается, это еще... Он, когда получил во снах, это все ко мне, приходили ответы от Бога, непосредственно, и все, я тут закрутил, завертелся, куда я уже от него, если он мне такие чудеса уже стал показывать, если я уже вижу, как я терплю, а они не могут терпеть, я уже понимаю, откуда это все, как это, значит, ну, вот, милость такая, я уже стал сразу кричать, там, всем приходящим, Бог, я там, все, там, Иисус Христос нас спас, они на меня так, просто смотрели, в конце концов, все пробежались, потом в родственни, все, они уже боятся приходить, потому что я, у меня одна тема, Христос, я и жизнь вечная. Бедность, зло и недух, все закроет могила, сбереги чистый дух, в этом истины сила, вернодейся, терпи, чашу бед без сомнений, и спасешь душу ты для небесных селений, и спасешь душу ты.